Если раньше я думал о том, что вот мы увязались в эту войну по спасению льноводческой продукции, а может быть на рынке и негодная уже будет эта продукция. Я переживал за это, конечно, потому что денег вложили немало. Но сегодня мы убеждены в том, что поступили правильно. В Беларуси льну быть мы всегда производили достаточное количество льна, больше, чем сейчас. Но переработать и загрузить наш льнокомбинат в Орши нам надо 50, ну 51-2 тысячи тонн волокна. Мы его в этом году получим. И неплохого качества. Вот та планка, ниже которой в будущем году и других, в последующие годы мы опуститься не должны. Ну и льн же политическая культура. Не я же его выносил на герб страны. Поэтому угробить это производство мы не можем. Мы только будем более серьезно заниматься этим и уже не идти там широким фронтом, а интенсивным методом заниматься возделыванием и переработкой льна. Цель одна – в этом году расставить все акценты и поставить точку на возделывание и переработке льна. Чтобы дальше вы уже сами могли жить и развиваться. И считаю, что эта культура будет в мире всегда востребована. Особенно льно ткани. Мы просто плохо работаем по реализации тканей. Я это точно знаю, потому что льн ведь производит несколько государств. Франция немного, Бельгия, может чуть-чуть Германия, Польша, мы и Россия. Все. Ниже, южнее никто не делает ткани из льна. Никто. Может и делают, но покупают сырье у нас. Потому что мы в свое время безмозглой этим занимались. Все надо перерабатывать себя, делать ткани. Мы умеем хорошие ткани делать. И когда я кому-то дарю, вот аршанцы научились делать эти подарки, они ахают и охают и спрашивают, а где это можно купить. Это говорит о том, что мы не умеем продавать свой товар. Но придется учить тех, кто должен этим заниматься. Продолжение следует...